Возможно ли нарушить законы физики при разработке новых видов оружия? Специалисты из США считают, что российские гиперзвуковые ракеты не столь эффективны, как это преподносится их разработчиками. Почему? В чём они увидели их главные недостатки? Узнайте в ближайшие минуты. Приветствую, на связи НьюСолдат. Оружие — это одна из самых популярных тем на нашем канале. Мы уже снимали ролики о ножах, танках, автоматах, взрывчатке. Но сегодня вас ждёт что-то новое. Не забывайте подписаться на наш канал, если вы интересуетесь новинками вооружения. Ну что, готовы? Тогда давайте взглянем правде в глаза. Поехали! И для того, чтобы найти ответ на наш сегодняшний главный вопрос, рассмотрим российские гиперзвуковые ракеты в сравнении с американскими. Итак, осенью 2020 года Министерство обороны США отчиталось об успешном завершении лётных испытаний прототипов двух гиперзвуковых ракет. В связи с этим многие СМИ, как у нас, так и в мире, поспешили сообщить о том, что американцы вот-вот догонят Москву в области гиперзвукового вооружения. А Запад, к слову, до этого коробило общепризнанное превосходство России в области боевого гиперзвука. Однако при более внимательном рассмотрении этой новости становится очевидно, что всё не так однозначно. Что именно вызывает сомнения? Давайте разберёмся. Вообще, сама новость особых сомнений не вызывает. Да, американцы вполне могли провести такие испытания, и они действительно могли оказаться успешными. Сомнения вызывают выводы, сделанные людьми, не очень хорошо понимающими происходящее. А именно вывод о том, что вооружённые силы США вот-вот получат на вооружение образцы перспективных гиперзвуковых ракет. Как минимум, такой вывод был слишком поспешным. И вот почему. Прежде всего, обратим внимание на такой нюанс. Испытания проводились в, по сути, тепличных условиях, когда прототипы ракет были жёстко прикреплены к фюзеляжу самолёта-носителя. Что именно это был за носитель, не сообщается, но по опыту прежних испытаний мы можем с уверенностью сообщить о том, что это был Б-52Н. О чём это нам говорит? О том, что хотя ракеты и гиперзвуковые, ни о каком гиперзвуке на испытаниях не могло быть и речи. Стратегический бомбардировщик Б-52, созданный после Второй мировой войны, в принципе не рассчитан на сверхзвуковые скорости, не говоря уж о гиперзвуковых. Грубо говоря, он бы просто развалился в воздухе, если бы вышел за пределы скорости 900 тысяч километров в час. Фактически можно сказать, что были испытаны только двигатели ракет. Ничего другого испытать в таких условиях нельзя. Скорость не достигла пределов, на которых возникает облако радионепрозрачной плазмы. Разогрев корпус ракеты даже близко не достиг расчётных параметров. Проверить важнейшие показатели, такие как работа бортовой электроники в условиях перегрева и отсутствие связи с командными центрами, было попросту невозможно. Как угодно, но от этого до серийно производящейся ракеты ещё очень и очень далеко. Согласны с этим, друзья? Свою точку зрения по этому поводу выражайте в комментариях под видео. А мы продолжим. Зачем же эти испытания вообще были нужны? Здесь нужно признать, что при выбранной американцами концепции гиперзвукового оружия это очень важная часть испытаний. Дело в том, что в отличие от российского гиперзвука, американцы не ищут лёгких путей и не пытаются обмануть физику. Они действительно настроены на создание летательных аппаратов, способных лететь с гиперзвуковыми скоростями в плотных слоях атмосферы, даже в относительной близости от поверхности Земли. Для этого они используют воздушно-реактивные двигатели большой мощности, способные разогнать ракету до скорости 6-9 махов и проработать в таком режиме хотя бы 10 минут. При этом нагрев ракеты в некоторых точках её корпуса может составить несколько тысяч градусов по Цельсию. Эта проблема была известна авиаконструкторам давно, ещё со времён попыток создать первые сверхзвуковые истребители. Тогда выяснилось, что недостаточно просто оснастить самолёт мощными двигателями, ведь при сверхзвуковом движении нос фюзеляжа, кромки крыльев и некоторые другие элементы конструкции разогреваются до сотен градусов, что приводит к неравномерному расширению металла, потере прочности сплавов и другим проблемам. Российские конструкторы, как известно, пошли по другому пути. Гиперзвуковая ракета просто забрасывается на высоты, где почти нет атмосферы, а значит и сопротивление воздуха, соответственно, и летит там большую часть своего маршрута. Подходя в район цели, российский Х-47М2 «Кинжал» снижается и атакует её на заявленных скоростях, которые пока недоступны системам ПВО. С одной стороны, это неплохой способ обмануть потенциального противника. С другой, физику обмануть не удалось, и, строго говоря, мы не можем признать наш «Кинжал» классической гиперзвуковой ракетой. Кроме того, в США считают, что она, вероятно, даже не является управляемой. Российские разработчики заявили о том, что гиперзвуковой ракетой Х-47М2 можно управлять в процессе полёта. При этом сообщается о том, что ракета фактически окружена плазмой, которая якобы препятствует нанесению ракете ущерба от средств радиоэлектронной борьбы. Фактически эти заявления вступают в противоречие друг с другом, так как плазменное облако должно глушить и управляющий сигнал. На фоне этого можно заявить о том, что гиперзвуковая ракета русских либо является неуправляемой, что маловероятно, либо же она может наносить удары лишь по статическим объектам с заранее известными и неизменными координатами. «Если же ракетой можно управлять дистанционно при помощи радиосигнала, то значит её можно будет вывести из строя и средствами радиоэлектронной борьбы», приводит слова американского военного эксперта издания «Авиапро». К слову, пока из гиперзвукового оружия на оснащении Воздушно-космических сил России стоит как раз он. Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал». Его носителем является истребитель МиГ-31К. В перспективе рассматривается дальний бомбардировщик Ту-22М3М и истребитель пятого поколения Су-57. При этом пока совершенно непонятно, куда и как разместить на самолёте этого типа подобные ракеты. Количество носителей «Кинжала» крайне невелико. Что касается Ту-22М3М, то собран только второй самолёт. Су-57 пока так и не поступил на оснащение ВКС. Серийное производство самолётов МиГ-31 давно прекращено. Сегодня в строю модернизированный МиГ-31 до уровня МГ-31БМ-БСМ около 150 единиц. Есть ещё и МиГ-31Д-3, которые и будут переоборудованы в самолёты-носители МиГ-31К ракетного комплекса «Кинжал». Это около 12 самолётов. Только вот, если рассматривать гипотетический конфликт России с Объединёнными Вооружёнными Силами НАТО, то в этом случае надо оперировать цифрами совершенно другого порядка. Многими сотнями и, возможно, даже тысячами потенциальных носителей. То есть, ставить перед кинжалами задачи оперативного и оперативно-стратегического характера сегодня будет не вполне верно. Вы так не считаете, друзья? Своими мыслями по этому поводу делитесь в комментариях под видео. Но сделайте это чуть позднее, потому что прямо сейчас мы пойдём дальше. С другой нашей нашумевшей гиперзвуковой разработкой противокорабельной ракетой «Циркон» полной ясности пока нет. Известно, что она способна развивать скорость около 9 махов на маршевом участке на высоте 30-40 километров, где сопротивление воздуха относительно невелико. Приблизительные тактико-технические характеристики «Циркона» выглядят следующим образом. Дальность стрельбы по разным источникам от 400 до 1000 километров. Длина изделия – 8-10 метров. Вес боевой части – 300-400 килограммов. Однако, достаточно ли такая дальность стрельбы для успешного ведения вооружённой борьбы на морских и океанских театрах военных действий? Многие отечественные эксперты считают, что радиус действия имеющихся в распоряжении ВМФ отечественных средств поражения не позволяет даже выйти надводным кораблям, подводным лодкам и авиацией, на рубеж пуска противокорабельных крылатых ракет. Чтобы окончательно обезопасить носителя «Цирконов» от воздействия средств поражения противника, дальность стрельбы должна составлять не менее 2500 километров. При этом сегодня в России катастрофически мало носителей для перспективного и гиперзвукового оружия. Так, подводные лодки проекта 885М пока представлены единичными экземплярами. На июль 2021 года построено три корабля. Еще шесть строятся. О каких-либо вариантах системы комплексов гиперзвукового оружия для оснащения сухопутных войск неизвестно. В принципе, унифицированную корабельную установку вертикального пуска для управляемых ракет, в том числе и «Циркона», можно поставить на колесный или гусеничный ход. Существенных технических препятствий на этом пути нет. Но достоверных сведений о том, что такие работы ведутся, не имеется. А значит, наши огромные достижения в области гиперзвука как минимум несколько преувеличены. Разумеется, с точки зрения потребителя, то есть военных, особой разницы нет. Если ракета летит с гиперзвуковой скоростью и может поражать цели, ее можно назвать гиперзвуковой и принять на вооружение. Можно и гордиться ею, почему нет? Примерно так же думают и обыватели. Какая действительно разница, если противник все равно в панике? Но разница все-таки есть и весьма существенная. Прежде всего, могут значительно отличаться концепции применения таких ракет. Если американцы доведут свою программу до логического завершения, они действительно смогут создать низковысотную, а значит, очень скрытную, гиперзвуковую крылатую ракету. Если добавить к этому активно развивающиеся технологии стелс, о ней мы, кстати, уже подробно рассказывали в выпуске «Стелс, как это работает, что внутри технологии стелс», то наш потенциальный противник получит великолепное средство нападения и сделает огромный шаг в направлении реализации своей концепции глобального обезоруживающего удара. Судите сами. При скорости от 2 км в секунду дальность 10-минутного полета такой ракеты составит 1200 км. Полет будет проходить у поверхности, поэтому ракету будет сложно обнаружить. А если добавить к этому технологии стелс, то не просто сложно, а очень сложно. И еще сложнее сбить. О последнем подробнее. Дело в том, что профиль полета ракеты может учитывать предполагаемое расположение зенитно-ракетных комплексов потенциального противника, то есть нас. Ракета просто обогнет их, а если и покажется в зоне действия ЗРК, то на секунды на огромной скорости. И время реакции расчета зенитчиков должно быть в районе даже не десятков секунд, а просто нескольких мгновений. Что же касается возможного поражения таких ракет с воздуха, силами истребительной авиации, то тут все еще более печально. Скорость ракеты не позволит догнать ее или обстрелять на наиболее удобном догонном курсе, так как скорость существующих ракет воздух-воздух просто ниже, и они гиперзвуковую ракету банально не догонят. Добавим малую высоту, что традиционно добавляет проблем и зенитчикам, и истребителям. И получим очень неприятный коктейль качеств почти абсолютного оружия, атаку которого очень легко прозевать, а даже в случае ее обнаружения ей трудно что-то противопоставить. Еще один неприятный для нас аспект чисто технологический. Да, мы немного перехитрили противника, создав гиперзвук на базе давно известных и отработанных решений. Но что потом? Нет никаких сомнений, что если американцам удастся решить проблему классического гиперзвука, то есть движения с гиперзвуковыми скоростями в плотных слоях атмосферы, эти решения моментально найдут применение и в боевой авиации, и со временем в гражданской. Мы же рискуем оказаться на дне технологической ямы, глубину которой пока даже сложно прогнозировать. Фактически постановка таких ракет на вооружение потребует от России громадных затрат на разработку новых систем ПВО, потому что классические окажутся, мягко говоря, не совсем готовы к новым возможностям средств поражения, имеющимся на вооружении противника. Это и новые ракеты для наземных ЗРК практически всех типов, и ракеты воздух-воздух, способные догнать и сбить малозаметную низколетящую цель, и средства обнаружения, способные обнаружить такую ракету на дальностях, которые позволяют привести средства ПВО в боевую готовность до того, как она попадет в цель или исчезнет из пределов досягаемости. Понятно, что Пентагону и Управлению перспективных исследований Минобороны США еще довольно далеко до создания серийных ракет, и упомянутые испытания четко говорят об этом. Фактически был испытан только воздушно-реактивный двигатель в обстановке, приближенной к боевой. То есть был обеспечен нужный набегающий поток воздуха, минимально необходимый для функционирования таких двигателей. Обеспечена штатная работа в условиях вибраций, неравномерного нагрева и другие важные, но далеко не главные для достижения гиперзвука условия. Но американцы уже проводили и полноценные летные испытания прототипов гиперзвуковых ракет. На наше счастье, полностью успешным не было ни одно такое испытание. Ракеты либо теряли связь с Землей из-за облака плазмы, которая окутывала их, либо разрушались из-за нагрева обшивки. И все-таки отмахнуться от этих испытаний и перспектив, которые они перед нами ставят, нельзя. Национальная оборона является как раз той областью, где исходить лучше всего из худшего, а провоцировать противника своей слабостью категорически не рекомендуется. Друзья, вы, конечно, можете сейчас возразить. А какая, мол, разница для нашей безопасности? Так или иначе, у нас есть свой гиперзвук, а значит, если что, сможем ответить супостату. Но хочу заметить, что в таких рассуждениях, к сожалению, упускается один принципиальный момент. Американские ударные самолеты базируются у нас под боком, нам же до территории США лететь и лететь. Американцы, если им удастся реализовать свои идеи, действительно смогут обезоружить нас, ударив по местам базирования наших межконтинентальных баллистических ракет и стратегической авиации. Мы же при таком раскладе ответить по территории США не сможем вообще, даже самыми совершенными кинжалами и цирконами. Так что делайте выводы, друзья, делайте выводы. Ну и не забывайте о том, что мы регулярно выкладываем видео о новинках вооружений, делаем подборки и рассказываем о современных методах боя. Но и старые проверенные принципы достойны нашего с вами внимания. Хотите узнать, как смекалистые бойцы выходят из любого сложного положения в походе, в тылу врага, в бою? Тогда подписывайтесь на наш канал. У нас самый полезный и увлекательный контент. На этом прощаюсь с вами. Оставайтесь на связи и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok